Здравствуйте, детишки! Вы меня, конечно же, узнали. Меня зовут Гот Товард, и сейчас я расскажу вам, почему вы обязаны купить новый Skyrim в 12-й раз, даже если вы купили все шесть предыдущих переизданий. Конечно, знакомые с арифметикой зрители могут спросить, почему 12? Ведь был же обычный Skyrim, потом Legendary Edition, потом Special Edition, а теперь Anniversary Edition. Всего 4. Отчасти это верно, мои маленькие потенциально умные друзья. Но помимо этого, Skyrim, кроме как на ПК, переиздавался ещё на хуящике 360, молильной станции 3 и Свиче, Special Edition на 4-й маловарне и новой X-коробке. И, конечно же, на печке. А наш новый Anniversary, Заплати или Сдохни Edition, издали на печке, старой маловарне, маловарне 404 Edition и двух крестоящиках. Итого 12 выпусков и переизданий. Которые что? Правильно, которые вы можете радостно купить. И тут, возможно, вы спросите, а почему вы вообще должны покупать Skyrim ещё раз? Ну, на то есть несколько причин. Их на самом-то деле очень много. Миллионы, возможно, миллиарды. Как звёзд на небе или как капель в океане. Но я для удобства выделю 4 основных. Причина первая. Это же Skyrim. Как можно не любить Skyrim? Это же эпохальная игра, графически устаревшая на момент выхода, использующая движок своего прадедушки. Обычно тут обязательно должен вывести интеллектуальный сноб и сказать, что у Skyrim новый движок. Конечно, новый. Именно так мы всем и рассказываем. А то, что анимация почти не отличается от анимации Обливиона, погодные эффекты и взаимодействие с окружающим миром не изменилось ни за 9, не за 19 переизданиях лет, так это даже хорошо. Ведь все любят Morrowind. Ну, все те, кто ещё не умер от старости. Вы любите Morrowind? Напразно. Нечего вспоминать старую рухлядь. Лучше любите Skyrim. Вторая причина купить Skyrim ещё раз – новизна. Вы явно не наигрались Skyrim за 10 лет. А если думаете, что наигрались, то значит самое время попробовать Skyrim Anniversary Edition. Потому что то был старый Skyrim. Да, в него уже наигрались, а это новый Skyrim. Потому что там был Legendary Edition или Special Edition. А тут Anniversary Edition. Разные эдишены, а значит и разные Skyrim. Это ясно даже ребёнку. Ребёнку, упавшему в детстве в чан со Skyrim. Это же совершенно новые ощущения от игры. Там не улучшили искусственный интеллект. Он всё такой же дебильный, как и был. Там не улучшили графику, чтобы игра выглядела подобающей в 2021 году. Она всё ещё выглядит как говно. Там не исправили баги движка. Но зато добавили старых. Никто не знает зачем. Такова старинная традиция, и лишь один, стоявший у истоков разработчик, помнит истинные её назначения. Но, к сожалению, он психанул и ушёл из компании, унеся этот секрет с собой в метафорическую могилу. Конечно, у нас была идея подсмотреть за переизданием Dark Souls 2, где поменяли местами противников, и тоже что-нибудь поменять местами. Например, Вайтран и Солитьют. Но это слишком сложно. Да и зачем вы же и так купите? Всё дело в мышлении, и все проблемы ваши от него. Новые впечатления должны рождаться у вас в голове не как ответ на вопрос, а что же тут нового, а как реакция на сам факт существования Anniversary Edition. Вы только представьте, в конце концов, сколько новых секретов обнаружат блогеры в переиздании. Вот вы знали, что время в Скайриме можно перематывать быстро? Конечно, вы знали. Но теперь этот секрет можно открыть заново, ведь это уже совсем другая игра. Вот так мы заботимся о своих фанатах и их каналах на Ютубе и прочих помойках. И, кстати, из этого всего каким-то невероятным образом вытекает третья причина купить Скайрим. Скайрим – это народная игра. Да. Вспомните, какое огромное количество модов было сделано для Скайрима. И вспомните, как вы блевали от оригинального Скайрима после всех этих модов. Что же, профилактическое очищение желудка – это полезно, а мы заботимся о своих покупателях, поэтому вам придётся блевать снова. Некоторые моды из тех, что всё-таки сподобились адаптироваться под Special Edition спустя столько лет, теперь снова не работают на Anniversary Edition. Но знаете что? Сами мододелы говорят, что так даже лучше, потому что это всё из-за улучшенного компилятора скриптов, который работает быстрее. Он работает так быстро, что сам за собой не успевает и не способен компилировать скрипты от старых модов, из-за чего их придётся адаптировать авторам, которые ещё не покинули модостроение по естественным причинам, таким как смерть от старости. С другой стороны, зачем вам эти моды? Оригинальный Skyrim и так хорош. Жаль только, что без комьюнити-патча этого не увидеть, ибо мы чтим традиции и бережно переносим баги из одного переиздания в другое, с любовью пряча их ещё глубже, чтобы мододелам было нескучно искать способы их исправлять. Ну и конечно же, от высокой щедрости мы добавляем новые баги, потому что как иначе мы сможем поддерживать комьюнити на плаву, как не вставляя им палки в колёса? В конце концов, это же именно они создали те прекрасные моды, которые мы сегодня продаём, выдавая их за переиздание Скайрима. Конечно, в теории мы могли бы и сами доработать искусственный интеллект, который сломан со старта игры, интерфейс, который всё ещё уверенно держит кубок как самый неудобный на планете, улучшить производительность, сделать картинку более качественной, модифицировать движок, чтобы освещение, например, работало как надо, и чтобы четыре источника света с тенью для игры в 2021 году не казались неподъёмными. Но зачем, если за нас всё это или почти всё уже сделали мододелы, благодаря замечательному редактору Creation Kit. В конце концов, мы могли бы и его сделать более удобным и простым в использовании, чтобы модмейкерам было проще клепать для нас моды, которые мы вскоре продадим. Но, знаете, мы не поборники лёгких путей, мы считаем, что если дать человеку расслабиться, то он перестанет задействовать резервы своего таланта и раскрывать себя как личность, поэтому Creation Kit всё ещё неудобен, как езда в старые маршрутки в час пик. Можно, конечно, поехать, но не сильно хочется, однако альтернатив нет. В конце концов, саммиты мы разрабатывали с Skyrim другим инструментарием. Нам, к сожалению, некогда возиться с раскрытием талантов и прочего. Нам нужно зарабатывать деньги. Ммм, деньги. Кажется, мы дошли до четвёртой причины купить Skyrim. И это, конечно же, деньги. А именно, символическая цена. За каких-то 800 рублей любой владелец Skyrim Special Edition сможет модифицировать свою старую версию до Anniversary Edition. И нам больно вспоминать, как некоторые наши поклонники уверяли других, что они тупые и разнылись, ведь Skyrim Anniversary Edition им достанется бесплатно, а значит и не нужно вонять на всю округу. Нам больно знать, что некоторые наши преданные фанаты так нас не уважают и не желают, чтобы мы вкусно кушали, сладко спали, курили хорошую траву, долбили качественный кокс и катались на премиум-тачках марки ВАЗ. Мы бы с радостью раздали все свои игры, включая Skyrim со всеми его переизданиями, всем желающим бесплатно, ведь мы так вас любим. И мы даже пошли вам навстречу, вам всего-то нужно было назвать своего сына Давакином. И мы со слезами на глазах приняли удар тем фактом, что лишь один деб... Кхм... фанат на планете сделал так. Видимо, вы нас не очень любите, и раз вы не захотели идти нам навстречу, то... Ведь что такое 800 рублей для игры 10-летней давности? Но 800 рублей это если у вас уже есть Skyrim Special Edition, а если вы стали счастливым обладателем современных консолей, то, к счастью для вас, вы тоже сможете приобщиться к игре 10-летней давности, ведь именно для этого вы покупаете новейшую консоль. И приобщиться к Skyrim вы сможете всего лишь за 3400 рублей. Что есть 3400 рублей в масштабах вселенной? Нет ничего. Пустота, помноженная на пустоту. Это цена одной буханки хлеба. Поэтому вам срочно нужно купить Skyrim, ибо пока я вешаю вам философскую лапшу на уши, черная икра и Теслы дорожают, а значит, подорожает и Skyrim. Спешите. И если будете хорошо себя вести, то к концу 2023 года мы переиздадим Skyrim на градусники, чтобы больным было удобно играть. И еще на всякий случай на ПК, чтобы другим больным, купившим Skyrim несколько раз, тоже было удобно играть. Не прощаюсь. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok